Как утверждает статистика, лучшие фильмы для влюблённых снимают во Франции. А в Алматы можно посетить кинофестиваль самой романтичной страны в мире. Правда, есть один нюанс. Подобных ивентов у нас больше не будет. В чём причина? Разбирался Алмат-Симиртас. Весь я как лев! Кто там ещё? Так у вас комедия, трагедия? Трагедия. Комедия. Алматы в десятый раз собрал любителей французского кино. В южную столицу из Пятой Республики привезли шесть новых кинокартин. Некоторые из них впервые показали на территории СНГ. Например, лента секс-символа Франции Луи Гореля и его супруги Летиции Каста под названием «Честный человек». Модный ныне жанр боёпик представила история «Сирано. Успеть до премьеры». С особым трепетом ждали поклоннику и работы Шарлотты Генсбург «Обещание на рассвете». Ромен! Ромен, сынок! Ромен, тебе посылка! Никогда ещё сын так не ненавидел свою мать. Ты станешь генералом! Ромен! Но хорошее настроение подпортило новость о том, что, возможно, десятый фестиваль станет последним. И дело здесь в зависимости наших кинотеатров от российских коллег. Кинематографический катастрофский рынок полностью зависит от российского. Здесь нет никаких закупщиков, которые бы покупали напрямую у французов, у немцев, у англичан новые картины. Всё покупается в Москве. Это значит, что получается трёхсторонняя игра. Чаще всего наши соседи берут прибыльные комедии и не особо хотят связываться с авторским или фестивальным кино. А казахстанские прокатчики зависят от российского дубляжа. Есть и другая проблема. До буквально сегодняшнего дня никакой настоящей прозрачности этого рынка не было. И несмотря на то, что я курирую вот эту страну много лет, то я не могу вам конкретно сказать вообще, сколько там, я не знаю, сколько сотен тысяч или десяток тысяч зрителей смотрели французское кино в прошлом году. На данный момент перспектива проката в Казахстане весьма туманна, но хочется надеяться на лучшее, ведь многие до сих пор пересматривают любимые фильмы из Франции и менять их на американский попкорн не хотят.